Памяти павших ради живых у вечного огня 9 мая собираются щелковцы. Многие пришли сюда целыми семьями, чтобы почтить память тех, кто пал в бою, защищая родину в годы Великой Отечественной войны. По традиции, в годовщину Дня Победы у мемориального комплекса Аллея памяти проходит митинг и возложение цветов. В церемонии принял участие глава городского округа Щелкова Андрей Булгаков. Также на митинге собрались депутаты Мособлдумы и окружного совета, сотрудники администрации муниципалитета, военнослужащие, общественные организации, молодежь Щелкова и ветераны. Лица людей запомнились на всю жизнь. Столько было радости, взаимного понимания, уважения друг к другу, любви. И такая была искренняя радость Победы. Папа с мамой восстанавливали в Белоруссии железную дорогу. Ну что я могу сказать? Воспитали нас очень душевно, чтобы понимали мы друг друга. Нашим детям, внукам и правдникам хочу пожелать только одного, чтобы вы смогли сохранить верность тем делам, которые мы делали. Чтобы не расслаблялись. Чтобы находили всегда в себе мужество. А мужество это такое состояние человека, которое каждодневно надо совершать. И вы знаете, вот когда приходит 9 мая, то вот родились такие строки вот у меня, да? Нельзя это назвать высокой поэзией, но вместе с тем ветераны уходят, уходят. С каждым днем их становится меньше. Не подвластны им время и годы. Боже, дай им пожить подольше. Пока жива память о подвиге советских солдат. Живы и они. Хранить ее долг каждого. Великая победа – это заслуга всего советского народа, вне зависимости от его национальной и религиозной принадлежности. После победы ежегодно совершались богослужения во всех храмах. И сегодня торжество началось с божественной литургии, которая совершалась здесь рядом, в Троицком соборе. За годы войны 8 345 наших земляков погибло на фронте, умерло от боевых ран, болезней и в плену, пропало без вести. Это безвозвратные потери для Щелкова. Память павших почтили минутой молчания. Субтитры создавал DimaTorzok Если каждого из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны почтить минутой молчания, мир замолчит более чем на 50 лет. Если портреты всех погибших пронести в одном строю бессмертного полка, эта колонна будет идти 19 суток. Какой ценой далась победа, должен помнить каждый. Анна Балиет, Александр Оржевский, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.